МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной. И сегодня в нашей программе. В Москве прошла встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с президентом России Владимиром Путиным. Глава Республики информировал президента о социально-экономической ситуации в Чувашии. Обсуждались в частности меры по сокращению очереди в детские сады, региональные программы поддержки молодых семей и другие вопросы. Все дополнительные меры стимулирования, которые обозначены в ваших базах, по нашим принятым решениям, безусловно, исполняем. По строительству детских садов многое мы сделали. По очередям в возрасте с трех лет текущая только очередность. Наша задача в 2015 году разрешить проблемы с полтора лет. Есть свои региональные республиканские программы поддержки молодых семей, в том числе и по обеспечению жилья? У нас утверждено 15 государственных программ, в том числе по мерам стимулирования наших молодых семей. Мы дополнительные меры приняли по ипотечным кредитам, категории учителей, работников сферы здравоохранения. Дополнительно за счет регионального бюджета субсидируем 4%. Тем самым удешевляем стоимость кредитных ресурсов для оформления кредитов в коммерческих банках. С утра и до самого вечера. Накануне глава республики провел свой рабочий день в АлатРе. Он заглянул во дворы и на рынок. Посетил стальные учреждения и обсудил с жителями города, имеющиеся в муниципалитете, проблемы. Один день с главой региона провел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Не прошло и неделя после рабочего визита главы региона в Новочебоксарск, а он уже проезжает в АлатРе. И вновь с тотальной проверкой. План работы Михаила Игнатьева и здесь расписан буквально по минутам. Уже в 8 часов утра его встречают на пороге центральной районной больницы. Сразу после рукопожатий Михаил Игнатьев интересуется у местных властей, насколько высоко в городе выросла рождаемость. Эту тему поднимают не случайно. Рабочий визит главы региона в АлатРе начинается с посещения роддома. В сравнении, например, с 2012 года у нас 500 человек родилось. То есть рождаемость растет, а смерть сокращается. Вообще на модернизацию родильного отделения районной больницы были выделены десятки миллионов рублей. Врачи говорят, что младенческая и детская смертность в городе сошла на нет. Но глава региона интересуется, комфортно ли здесь работать медикам и насколько высоко оплачивается их труд. В среднем это 13, то есть по дорожной карте как раз идет. Правда, больница нуждается в рабочих руках. Роддому сейчас катастрофически не хватает педиатров. Всего необходимо 9 специалистов. А продавцы чувашской муки, которых глава региона встретил на городском рынке, испытывают серьезный дефицит упаковок. Мешки небольших размеров им приходится приобретать в Алтайском крае. О том, что внутри расфасован местный продукт, остается только догадываться. Мы говорим о бренде чувашской продукции. Мешки Алтайского края продаются. Как это так, товарищ министр? Позор? Еще нет. Позор? Позор. Подумать о рекламе своей продукции глава региона предложил и продавцам мясного отдела. Уже переступая его порог, покупатели должны знать, что здесь они приобретут экологически чистую еду. Говяжьи и свиные тушки сюда привозят из окрестных деревень. Из района в город приезжают торговать и садоводы. У одной из продавщиц глава региона поинтересовался, насколько выгодно в городе реализовывать свежие овощи. И не бьет ли по карману арендная плата. Сколько за место платите? Нормально платим. За это место сколько заплатили сегодня? За это вот 100 рублей. Вообще площади рынка растут с каждым годом. Сейчас на его территории возводят новый корпус. Здесь тоже откроются торговые павильоны и модные бутики. В городе продолжают реализовывать программу по строительству блочно-модульных котельных. В АлатРе их уже 14, а осенью заработают еще две. Современные приборы, которые установлены внутри этих зданий, увеличивают в разы коэффициент полезного действия. Проще говоря, горячая вода и тепло до горожан будут доставляться без потерь. Причем эти котельные работают в автоматическом режиме. Уже опыт у нас 7 лет мы работаем с этим котельным. 7-летний опыт дает нам право говорить, что они безопасные, рентабельные и экономически выгодные. Новые котельные будут обслуживать недавно возведенные дома. В эти новостройки были переселены жильцы из старых бараков. Проблему с аварийным жильем в городе планируют решить уже через три года. Еще раньше в АлатРе заменят изношенные сети. Здесь необходимо заменить не только водопроводные трубы, но и канализацию. Но плюс ко всему вода в городе до сих пор обеззараживается жидким хлором. Глава республики отметил, что модернизировать эту систему необходимо уже до конца года. У нас предприятие находится в непосредственной близости от жилого сектора. У нас здесь школа, у нас здесь детский дом. Поэтому в любом случае нужно переходить на гипохлорид. Это безопасный метод. Я думаю, что до конца этого года мы на гипохлорид перейдем. Необходимо задуматься местным властям и о погашении долгов. Более 50 миллионов рублей за электричество и 36 миллионов за потребленный газ. Актуально для этого города и проблема с разбитыми дорогами. Исправить ситуацию и отчитаться о проделанной работе необходимо. В ближайшее время, резюмировал глава Чувашия. Митрий Ковалев, Антон Вовк, Республика. У бабушек на лавочках в Чебоксарских дворах сегодня будет новая тема для обсуждения. В нескольких городских дворов заглянул глава столицы Чувашии Леонид Черкесов. Посмотрите налево, там новая детская площадка. Посмотрите под ноги, там новый асфальт. Такую своего рода экскурсию Леониду Черкесову устроили по первому адресу маршрута в одном из дворов на проспекте Ленина. Итого, значит, полностью на эту территорию затрачено 3 миллиона 400 тысяч рублей. Вот эти работы выполнены в срок и качественно. В Чебоксарах программы по благоустройству дворов действуют не первый год. Так что качелями и каруселями столичного главу давно не удивить. И за белым заборчиком всех недостатков не спрятать. Я недоволен, я выскажусь. Претензии можно, значит, если говорим комплексно, вот если посмотреть, вон пеньки торчат. Не должно быть. Детская площадка, безопасность. А здесь со стороны качества асфальта должен надо смотреть. Не должно быть недостатков. Иными словами, прежде чем хвастаться, хорошо бы все довести до ума. Вот мы говорим, что здесь благоустроили. Вот смотрите, входная группа надо благоустраивать. Надо делать козырьки, значит, тоже надо ремонтировать. Такой подход называется комплексным. Именно его при благоустройстве дворов берут за основу. К претензиям главы жители добавили свои пожелания. У нас постройку-постройку старый дом. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы нам сделали у крыши металлическую окантовку. Потому что она на кружево похожа. У нас крыша с кружевной окантовочкой. А когда сосульки сбивают, читайте, пооббивают всю крышу. Так или иначе, в основном ремонтом жильцы довольны. Говорят, стало намного лучше, чем было. И управляющая компания старается. Кстати, чтобы попасть под программу по благоустройству дворовых территорий, постараться пришлось и представителям местного ТОСа. Так что, в некотором смысле, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы составляем список, потом согласовываем с депутатами, в том числе и по обращениям жильцов. Обращения жильцов практически круглый год. Они идут к нам, мы изучаем, выезжаем на место. И, естественно, те дворовые территории, которые, естественно, требуют ремонта, мы в первую очередь включаем в их список. Если в данном дворе пеньками недоволен, остался голова, то пеньками по проспекту Ленина недовольны многие чебоксарцы. По другой причине. Какие красивые тут были липы, сетуют прохожие. Городоначальник успокаивает зелень, городу вернут. Да еще и с процентами. Липы по улице Калинина появились, по магистрали. Липы по тракторостроителям. У нас в этом году 12 тысяч деревьев и кустарников мы сажаем. В этом году по городу переживать не стоит. Ну и здесь тоже озеленение, благоустройство будет. Для того, чтобы расширить проезжую часть и перенести коммуникации, пожертвовали, конечно, не только липами. Впрочем, цветы и деревья посадят заново. Ну а расширение дороги существенно облегчит движение в городе, обещают специалисты. Мы ведь создаем благоприятные условия для жителей. То есть меньше выбросов, машины не стоят, меньше выхлоп. Соответственно, те же самые граждане, которые проживают в этих домах, должны все-таки пользу от этого ощутить. В скором времени пользу должны ощутить вообще все чебоксарцы перекрестков, где расширят проезжую часть на данный момент в городе 6. Кстати, о безопасности. На перекрестке улиц Гагарина и Петрова так и просятся надземный пешеходный переход, подытожил Леонид Черкесов. Ну, если где-то ради реконструкции проезжей части вырубают деревья, то на улице Фучика снесли целый дом. О том, для чего именно разрушили старое здание прямо сейчас. Со стороны дороги то, что здесь активно работает строительная техника, и незаметно до главного фасада ковш эскаватора пока не добрался. Однако через неделю от строения 61-го года постройки ничего не останется. Дом по адресу улицы Фучика, 44, сначала был жилым. Затем там разместили медвытрезвитель. Его закрыли в 2011 году. Так что ничьих интересов сносом дома не нарушат. Снос нежилого дома по улице Фучика номер 44 означает начало подготовительных работ по строительству путепровода по улице Фучика на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого. Сейчас это одно из самых узких мест по пропускной способности транспортных потоков. И именно для улучшения пропускной способности транспортных потоков предусматривается строительство двухуровневого путепровода. Проект двухуровневой транспортной развязки, который разработал граждан проект, уже прошел экспертизу. Кстати, чтобы осуществить проект, снесут еще более трех десятков домов. В отличие от данного дома, они жилые. На расселение людей потребуется время и порядка 800 миллионов рублей. С учетом всех подобных нюансов завершить строительство развязки планируют 550-летие города, то есть 2019 году. Горячая линия по вопросам развития сельского хозяйства в республике прошла сегодня в редакции газеты «Советская Чувашия». На вопросы жителей и журналистов ответил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Почти 400 тысяч тонн зерна было произведено в Чувашии в прошлом году. Это на 5% меньше, чем в позапрошлом. Жители районов республики беспокоятся, не станет ли подобная ситуация тенденцией. Урожайность у нас должна повыситься. В целом, конечно, засушливый период в мае-июне месяце, он, конечно, повлиял на общий итог. Повлияет на общий итог. И запланированного урожая, скорее всего, мы не получим. Но сейчас планы скорректировали. И ориентировочно у нас будет около 500 тысяч тонн зерна планируем собрать. Цены на магазины молоко растут. Отчастники вынуждены продавать молоко по цене, которая ниже себестоимости. Сергей Павлов заверил, что подобная ситуация временная. Очень сложно воспринимается то, что вчера было дорого, а сегодня подешевело. И каждый человек считает свои доходы, и у него уменьшаются доходы. И это больно воспринимается. Но сезонность молока, она объективно есть. И в этот летний сезон она периодически падает. Но надеемся, что в ближайшее время уже начнется рост цен на молоко. Начинающие фермеры, которые не только занимаются собственным производством, но и сотрудничают с государством, никогда не останутся без помощи, заверил министр сельского хозяйства. Каждое хозяйственное, оно у нас имеет место быть и развивается. Как крупные, так и средние предприятия, которые строят фермы на 200 голов. Почему нет? Я считаю, что это тоже правильные проекты и рентабельные проекты. Наличие продуктов местного производства в магазинах республики станет выгодно не только государству, но и производителям. Диалог с народом – первый шаг на пути к этому, заверил Сергей Павлов. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Водно-моторные соревнования спасателей Приволжского федерального округа завершились. Успех сопутствовал команде из Саратова. Для победителей прошлого сезона команда из Татарстана юбилейные соревнования оказались несчастливыми. Упав с катера, на втором этапе участник заработал для команды штрафные баллы. Сдав позиции, спасатели соседней республики не вошли даже в тройку победителей. Почетное третье место заняла команда из Пенза, второе из Ульяновска, команда Чуваши на четвертом месте. Этих школьников трудно назвать детьми. Их креативные идеи, необычный подход к делу, свежие мысли – то, что нужно для развития не только нашей республики, но и всей России. Жителями наногорода, гордо высоких технологий встретилась наша съемочная группа. Участники этой летней школы – ученики 9-х и 10-х классов, которые на время стали стажерами двух компаний – Хевилл и Гален. В течение семи дней школьники самостоятельно решали поставленные перед ними задачи. Встречались со специалистами нанотехнологического бизнеса, занимались различных мастерских, играли в интеллектуальные игры и даже успевали ходить на дискотеки. Приезжали такие разные бизнес-тренера и, в общем, очень известные люди, как Липунов. Различные профессоры приезжали из ЧГУ, из московских университетов. Рассказывали нам лекции по, например, команднообразованию, по мотивации, по ораторскому мастерству, про воронку продаж. Нам приходил представитель бизнес-молодости города Чебоксары. Привлечение детей к научно-техническому творчеству – главная задача школы. По окончании ребята защищали свои проекты, в которых сами продумывали маркетинговые стратегии и развитие бизнеса компаний. Ответственный подход к делу и упорный труд над работой члены жюри не могли не отметить. Сами идеи замечательные, вот эти решения, то, что можно облегчить, можно удешевить. То есть это очень все здорово. Это не обычные школьники, это наши партнеры, признается один из организаторов города высоких технологий. За неделю ребята решали такие вопросы, на которые не могли найти ответ даже профессионалы. Очень горжусь своими учениками, которые возглавляли эту школу. Не у каждого есть такие ученики, которые в таком возрасте могут делать большие серьезные проекты. Это отдельно физику, математику можно выучить, но сделать проект такой многоплановый. Каждый из участников получил сертификаты, дипломы, футболки и памятные сувениры. Как отметил куратор на награду Алексей Бакшандаев, проекторы, разработанные школьниками, будут рассмотрены и обдуманы. И, возможно, в скором времени свежие идеи и задумки ребят воплотятся в жизнь. Евгения Егорова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения мастера музыкального искусства, выдающегося чуварского композитора Анисима Асламаса. Вместе с представителями творческой общественности почтила его память и наша съемочная группа. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Чуварской ССР Анисим Васильевич Асламас родился в деревне Вурмангас Асламасы Ядринского района в дружной многодетной семье, где очень любили музыку. Его творчество оценивается в одном ряду с такими классиками чуварского национального искусства, как поэты Константин Иванов, Михаил Сеспель, Петр Хузангай, композитор Геннадий Воробьев. За 60 лет композиторской деятельности Анисима Асламас создал множество произведений в различных жанрах – оперы, балет, комедии, кантаты и оратории, несколько концертов, хоров, большое количество фортепианных пьес, романсов, песен. Музыка Анисима Асламаса воплотила в себе самые характерные черты чуварского народа. Во имя света на земле творил отец мой Асламас, и в звуках музыки он нес зерно любви для вас, для нас. И то зерно взойдет в свой срок, сердца людские согревая, и кто-то скажет, восхитясь, не зря ты прожил Асламас. Вот такие строчки пришли в связи с памятью о папе лет пять назад еще. Но вот они, я думаю, уместны и сегодня, они как бы уместны всегда по отношению к нему. Именем композитора названа Ядринская районная детская школа искусств. В Чебоксарах скоро появится улица Асламаса. К 90-летию композитора специалистами Госархива современной истории Чувашской республики подготовлена веб-страница. Династия Анисима Васильевича сейчас три поколения музыкантов. Дочери пианистки Евгения, Татьяна – преподаватель и концертмейстер Чебоксарского музыкального училища имени Павлова, сын Алексей – дирижер и пианист, руководитель чешского оркестра Камерата Берно. Его внуки – скрипач Алексей, пианист и композитор Антон, лауреаты международных премий и конкурсов. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чуваша. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин